Мы сейчас находимся между Аликанте и Валенцией. Мы едем по Пингасбану. Может, здесь дешево. Едет только в автобан. Типа местная дорога. Параллельно едет автобан. Где можно ехать 140. Дорого. Ехать можно 110. Дешево. Мы выбрали именно такой. Сегодня. Это более дорого. Каждый раз по 9 евро. Да. Самое большое, которое мы заплатили за платную дорогу, это было 9 евро. Да, но вообще сумма есть. Смотри до сюда. Приехать. 15 евро. Вчера из Аликанска. Это тоже 8.30. Так, посмотрим, видно это будет на камере или нет. Ну, вот здесь на горе написано Кулера. По-моему, это краской на камнях просто выведено. А вот там справа, вот там справа, какая-то крепость на горе. Очень, очень красиво. Так, я не знаю. Вид вот, 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 вот тут должна быть. Очень симпатично смотрится. Мы в Валенсии. Идем в океанариум. Ну, нам сюда. Здесь, конечно, площади для исследования достаточно большие. У нас парковка на 4 часа. Мы очень надеемся за это время успеть здесь обойти. Так, ну мы внутри. В качестве декорации здесь плетеные медузы и кит. Очень мило. Так, я отстаю от своих все время. Юрий изучает карту. Где мы сейчас? Здесь. А, мы здесь. Мы сюда зашли, да. Здесь, конечно, площадь для исследования. Посмотрите, тут что, бассейны? Вот тут, наверное, дельфинарий, ребят. Да, вот такой экспонат мы видим впервые. Вот хотите узнать, что у акулы внутри? Друзья, первое, что нас поразило в этом океанариуме, это плавающие аквалангисты. Ни рыбы, ни медузы, а аквалангист. Здесь два аквалангиста, которые чистят бассейн этот огромный. Я так понимаю, судя по реакции, что это не только нас у тебя. В этом коридоре мы испытываем сейчас одно ощущение. Ужасно кружится голова. Смотреть по сторонам непросто, потому что подкашиваются ноги. Там над нами плавают рыбки. Конечно, да. Так, а вот здесь плавает Дора, да? Именно та самая, которую мы вчера на гриле приготовили. Вот ее бы такую самой поймать. Ай, вот это красота! Ну, вот таких медуз, конечно, красивых еще не видела. Шикарно! Морская звезда, которую мои дети назвали Патриком. А где губка? А вот где губка, не знаю. Патрик есть, а губки Боба нет. Анника ждет шоу дельфинов. И она хочет посетить здесь только дельфинарию. Все остальное ее, она сказала, не интересует. Да? Так, ну, ура! Вот мы теперь в дельфинарии. Я надеюсь, Анника очень довольна. Ты довольна? А что случилось? Так, теперь будем смотреть на шоу. Ух ты! Какая прелесть! Смотри, такой большой экран, там видно. Ух ты! Ух ты! Ой! Ой, кукерпальки! Как они так делают? Такая милота! Как мило! Жаркого дельфинария мы переместились в холодную Арктику и теперь любуемся пингвинами. Ну и наслаждаемся временным охлаждением организма. А здесь плавает морж. Какие лапки у него смешные. Он их так сжал. Смотрите. Так, Анненька сейчас будет мочить себе голову. Потому что очень жарко, а она забыла взять кепку. А папа и Эвелин в это время разглядывают карту. Сниму себя в отражении. Так, кого мы тут разглядываем? Крокодильчиков. Тут мы разглядываем крокодильчиков. И где же они? Вот он. А, вот он. Подождите, вот это? Это крокодил? Да. Я думала, это коряга какая-то. Вот, это крокодил. Я была уверена, что это просто сухая палка. Бревно лежит. А тут черепашечки. Одна черепашечка ходила сюда. Так, мы попали в зоопарк бабочек. Если это так можно назвать. Здесь летают бабочки. Папа делает фотографию, а я аккуратно приближаю камеру, чтобы заснять ее. Здесь палка селфи бы не помешала. Вот она, красавица. Повсюду летают бабочки. Ой, у Эвелин, у Эвелин сидит на шапке бабочка. О, две! Боже, какая прелесть, Эвелин. Смотрели? Я засняла на видео это. Вот это бабочки. Вот это размер. Теперь, ребят, скажите, ваши впечатления. Ключевые слова. Жарко. Они косердитые, потому что ей не разрешили трогать бабочек. Так, у папы у тебя все, что осталось, это жарко. И голову к земле, когда идешь под водой, под куколом. Под куколом. Жарко и мило. Жарко и мило? У меня, наверное, уделили медузы и бабочки поразили. Первый раз видел. Первый раз видел, у меня сразу можно смотреть за бабочками. Ну, а мы уйдем исследовать в Олень с удачей.